Там, где властвует сила, разум бессилен, а там, где властвуют понты, нокауты всесильны. Приветствую вас, африканские эскимоцы, с вами Фёдорович, а в этом видео мы полюбуемся на то, как карма в лице противника наказывает дерзких и борзых бойцов за неуважение и понты. Когда мужик бросает пить, ему открывается ужасный мир страшных женщин, серых будней и утомительных выходных. Точно так же бывает и с бойцами, которые бросают здравый смысл и выходят в ринг погонять понты и показать клоунаду. Прямо как это сделал наш зеленоволосый Чупакабра. Мужик, не обладая ни техникой, ни мастерством, просто показывал клоунаду, пока его не настигло суровое наказание за понты. Поехали! 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 Я его как-то когда, а жена где. Так же и бойцу. Планировать бой вообще легко. Тренер сказал, что делать, букмекер, когда упасть, а собутыльник подсказал, как запугать на пресс-конференции соперников. Да только, как говорил Майк Тайсон, у всех есть план на бой до первого прилета в голову. Вот и Гарсия так хорохорился на пресс-конференциях, рассказывая про свою победу, про свой непобедимый левый хук, что забыл с кем ему предстояло драться. Но Дэвис ему быстро и жестоко об этом напомнил. Бли supersи alk near карпайки. Гребя Алик, тренинг хов не выражает? Ты маленький мысль. Если ever a man that looks like a weasel, that's it. You gonna do, you gonna stand up and do something? You sit down and shut your mouth. Take the fuck, take the fuck. That's it, guys. You gonna do it. А если вы не знали, он начинал именно как боксер и был приз Дерзкий Волтер спровоцировал его на взвешивание. Но мало того, этот недостойный хороших слов человек в начале поединка вместо того, чтобы дотронуться перчатками, подло ударил Мака в солнышко, что было очень подло и некрасиво. Но петухи поют только по утрам, а так как поединок был вечером, Уолтерсу спеть уже не удалось. В отличие от паренька, который устроил ему настоящую экзекуцию в ринге. Это с его правой рукой. И вот он снова, и он снова. Второй удар в следующем ряду. 35 секунд, и он берет еще один удар, и еще больше. И вот они, и вот этот... Даже прекрасная Роза имеет шипы, а толковые бойцы частенько имеют при себе кучу понтов. Одним из ярких представителей мира бойцов с понтами был Майорга. Этот парень мог курить на пресс-конференциях и говорить все, что хотелось его сквернословному рту. Но когда он встретился в ринге Скотта, его понтам пришлось не сладко. Несмотря на внешний пофигизм и клоунаду, этот бой был для Майорги очень тяжелым, полным боли и страданий. И даже несмотря на невероятную держалку, понтарес не смог достоять до конца полраунда, отказавшись продолжать бой. Субтитры сделал DimaTorzok Однажды скромного непобедимого боксера спросили, На какое место он бы себя поставил в мировом рейтинге? На что он ответил, что на второе? На вопрос, кто же на первом, он ответил просто Да их до хрена, каждый кричит о том, что он лучший. Вот одним из таких ярких крикунов в свое время был Шеннон Брикс. Этот мега-скандальный тип делал все, чтобы заполучить бой с Кличко. Причем делал он это в маниакальной манере, преследуя Виталия и днем и ночью, вытворяя вещи, за которые бой превратился в личную месть. Ну а в ринге Бриксу пришлось ответить за все свои поступки, наполучавшись по полной. После 12 раундов жестокого избиения он отправился в больницу с многочисленными травмами. Если разобраться, то мы все путешественники. Ведь каждый год мы путешествуем вокруг солнца. А когда начинают разбираться бойцы, то оказывается, что все они лучшие. Просто нужно как можно громче и как можно чаще об этом кричать. Прямо как Шпилька перед боем с Уайлдером. Но есть один маленький нюанс. В боксе слова нужно подтверждать делом в ринге. И желательно не просто понтами, а ударами. Но, к сожалению, всей польской родни у Шпильки это не вышло. А вот Уайлдер свои слова Steel Champion подтвердил. Праздновать приходят чужие, а помогать свои. Вот так и с бойцами. Пока побеждаешь все свои, а когда проигрываешь, рядом остаются только близкие. Но когда боец начинает исполнять чепуху в ринге, над ним могут смеяться и свои, и чужие. Но в этом тоже есть плюсы. Ведь когда Бонтореза отправляют в жесткий нокаут, отбивая печенку так, что его срочно нужно госпитализировать, его жалеют и свои, и чужие. Ведь веселил он всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда муж гаишник, а жена налоговый инспектор, соседи называют их семью просто сволочи. А когда боец разговаривает со своей пицухой, и они сообща обливают грязью самого страшного человека в мире, как-то их называть уже поздно. Нужно просто тихо помянуть. Грин, объевшись таблитосов, которые есть нельзя, почуял в себе мощь и решил рассказать Тайсону, какой он некрасивый и нехороший человек. За что получил сполна, трижды выплевывая свою капу за бой и имея синяки по всему делу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без обычных людей не бывает великих, а без проходных боксеров не бывает чемпионов. Также не бывает спорта без треш-токеров и панторезов, которые возомнили себя великими, будучи обычными. Перед боем с Ибрагимом Тейлер кричал во всю глотку, что никогда не проиграет белому парку. И у него даже был план, как это сделать. Конечно же, лупить по яйцам – это всегда беспроигрышный вариант. Но Ибрагим, видать, тренировал свой пах по методам тибетских монахов, поэтому стойко держал удары, по итогу доказав, что удар в бороду гораздо эффективнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы понтовались перед полкой с пивом, а потом позорно проиграли уже пятому литру. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Пикап! Все, спокойно, спокойно. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоп! Хоба! Хоба! Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...